Производство минеральной воды, пошив эксклюзивных изделий из кожи оленя, выпечка хлеба и многое другое. В этом году в полку региональных предпринимателей прибыло. Зарегистрировано 257 новых бизнесменов. Для Ненинского округа, где еще недавно предпринимательство было развито преимущественно в среде торговли и грузоперевозок, это значимый показатель. Теперь появляются желающие предоставлять услуги в сфере образования, медицины и сельского хозяйства. Давно известно, предприимчивость населения способна обеспечить достойный уровень конкуренции на рынке товаров, услуг и труда. Именно развитие сферы малого и среднего предпринимательства решает вопросы не только экономического роста, но и социального обеспечения населения, его занятости и трудовой активности. В Ненинском округе сфера предпринимательства активно стала развиваться два года назад. Падение доходов бюджета из-за снижения цен на нефть привела к пониманию, необходимо создавать бизнес-среду. Она более восприимчива к изменениям в экономике, гибко и оперативно подстраивается к новым условиям. Для нас ведь не секрет, что у нас жители округа все стремятся работать в бюджете, потому что это гарантированная зарплата, это гарантированные льготы. Предпринимательство – это, конечно, ответственность и всегда риск. Взять на себя ответственность и не побояться рисков сумели десятки предпринимателей округа. Они открыли свое дело в разных сферах – сельское хозяйство, образование, медицина, производство стройматериалов. Эти товары и услуги востребованы у населения, а значит, у бизнесменов есть возможности роста. А козы, они же не столько прихотливые, поэтому будет намного избыт молока, во-первых, детям, это же гиподергенные, и содержать их, девчонки, немножко. Сколько они у вас сейчас пока дают молока, козы? Козы, одно только, дойные получаются две, ну, как бы этот самый, литр-полтора, ну, они обычные. Алексей Никитин – один из примеров успешно действующих фермеров в его хозяйстве – коровы, козлики и куры. Свежее мясо, яйца и молоко покупают жители Тельвиски, благо в качестве товара сомнений нет. Фермер даже закупил спецтехнику для заготовки сена на лугах вблизи села. На эти цели предприниматель получил поддержку от округа – грант в размере полумиллиона. Начинающие частники округа могут рассчитывать на подобную поддержку ежегодно. В 2017 году финансовую помощь получили 15 предпринимателей на общую сумму 12,5 миллионов рублей. То есть вот у нас так сферы образования хорошо пошли, здравоохранение, что для нашего региона частный бизнес в здравоохранении – вообще это новшество. И, конечно же, сельское хозяйство. Этим мы гордимся и будем тиражировать в дальнейшем эти проекты, в том числе по сельским населенным пунктам, обязательно. Высокие тарифы на электроэнергию, сложная логистика и маленький рынок сбыта. О своих проблемах предприниматели рассказывают на круглых столах, семинарах и практикумах с представителями власти. Хотя, как говорят эксперты, у всех бизнесменов одни и те же заботы, независимо от места проживания. В этом году у жителей округа была поистине уникальная возможность по-новому взглянуть на свой бизнес. Тренеры школы «Синергия» за три дня расставили все точки над «и» в вопросах грамотного ведения бизнеса. Есть гигантская ошибка у оригинальных бизнесменов, в том числе и у ваших, то, что у вас типа чего-то нельзя, вы такие все закрытые, тут все сложно, денег нет и все такое. Абсолютный бред – это основное, на чем я буду работать сегодня. Я хочу людям пояснить то, что нет вообще никаких границ, и можно все рвать и метать, если делать правильные действия. Ну и, естественно, будем говорить про маркетинг, про упаковку бизнеса, про трафик. То есть такие вещи, которые сейчас пользуются популярностью наших клиентов, мы все это будем рассказывать. На практикумах бизнес-завода десятки предпринимателей прошли интенсивный курс продвинутого бизнесмена – создать свой сайт, привлечь клиентов, организовать бухучет. Эти навыки понадобятся особенно начинающим бизнесменам. Среди них и Ольга Смирнова. Около года назад она открыла мастерскую эксклюзивного текстиля. Шьет салфетки и скатерти с вышивкой на северную тематику. Делает кошельки из кожи северного оленя. Уникальные вещи продает через соцсети и на ярмарках. Планирует расширять производство и рынки сбыта. Для меня сейчас основная задача – это организовать мастерскую, полноценную мастерскую, где бы уже работали швеи, вышивальщицы, то есть чтобы наладить уже массовое производство, и это бы позволило работать уже на более широкую аудиторию. Продвигать этот продукт уже не только на ненецком рынке, но и на российском, в первую очередь. Начинающим бизнесменам оказывают всестороннюю помощь в Центре развития бизнеса. От консалтинга до аренды помещения на льготных условиях. Словом, в регионе создаются все условия для комфортной предпринимательской среды. Говорить о значительной роли частного сектора в экономике округа пока не приходится. Роль малого и среднего предпринимательства в формировании валового регионального продукта еще незначительно. Однако тот механизм поддержки, который был сформирован в регионе в последние годы, стал мощным стимулом для создания в регионе стабильной прослойки бизнес-сообщества. Валентина Чибичек, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал Север.